Встреча с Галина Топилина Волжскому проспекту от Вилоновской до Ульяновского спуска. Неудобства связаны с проведением работ на водоводе. Герои Отечества. Самарские школьники встретились с ветераном боевых действий Виктором Толобаевым и поговорили о патриотизме и гражданском долге. В регионе открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь. Сотрудники Росгвардии и Департамента охоты и рыболовства проводят рейды по профилактике нарушений в сфере оборота оружия. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с участниками суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для участия в пятом сезоне конкурса поступило около 160 тысяч заявок. В суперфинал, который состоялся в Москве в конце февраля, вышли 10 представителей Самарской области. Глава региона встретился с ними, чтобы обсудить проекты и инициативы, направленные на развитие региона и страны. Среди направлений – поддержка военнослужащих, оборонно-промышленного комплекса, развитие кадрового потенциала, создание новой туристической инфраструктуры. В городе активно готовятся к началу летнего сезона. В парке Гагарина газоны очищают от прошлогодней листвы и сора, моют тротуары и аттракционы. Сегодня банный день устроили колесо обозрения. Все 24 кабины помыли внутри и снаружи. Колесо работает круглый год. Остальные аттракционы и развлекательные зоны парка запустят 20 апреля. На уборки побывала наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. В самарских парках активно ведется подготовка к весенне-летнему сезону. В рамках месячника по благоустройству убирают старую листву и моют аттракционы. Сегодня банный день был у 55-метрового колеса обозрения. 24 кабины аттракциона привели в порядок снаружи при помощи мойки высокого давления. Внутри вручную убирали пыль со стекол, сидений и столиков. Потом кабинки обработали дезинфицирующими средствами, разрешенными Роспотребнадзором. Очистили блоки систем кондиционирования. Особое внимание уделяют техническому состоянию аттракциона. В штатном режиме организовано профилактическое обслуживание, при котором своевременно меняют те или иные элементы, в том числе электрическое оборудование. Безопасность всегда в приоритете. В парке Гагарина тщательно следят за всеми аттракционами, которые проходят ежегодную аккредитацию. Их также приводят в порядок. Убирают всю остальную территорию. Прочесывают газоны, моют тротуары, подбирают мусор. Все развлекательные зоны и объекты потреб рынка начнут свою работу 20 апреля. Ежегодно в этот день в самарских парках официально стартует новый сезон. Сейчас уже все готово, все хорошо, все сделано. Дорожки чистые. Вчера даже ездила поливальная машина. Хотя был дождик, но они проехали и вот листья все скрепли. Поэтому, мне кажется, парк готов к открытию. В порядок приводят не только парки, но и остальные территории города. Общегородские субботники уже прошли 6 и 13 апреля. В них приняли участие более 193 тысяч жителей Самары. Следующий субботник пройдет 20 числа. Присоединиться к наведению чистоты может любой желающий. Инвентарь выдадут управляющие компании, обслуживающие организации и районные администрации. Вопросы, касающиеся наращивания темпов и объемов работ в рамках месячника по благоустройству, обсудили на еженедельном заседании штаба, которое провел заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства и экологии, администрации Самары Александр Андреянов. Этот процесс идет. Немножко, конечно, нас подводят погодные условия, к сожалению. Они повлияли и на количество выхода людей на субботник. И задача сейчас ставится привлечь большее количество на ближайшие субботники населения, большее количество сотрудников промышленных предприятий и потребительского рынка. Один из основных вопросов – вывоз мусора. Проблема освобождения контейнерных площадок стала довольно остро. Мусора стало гораздо больше, чем в прошлом году. Принято решение о том, что улучшить ситуацию можно благодаря увеличению количества водителей и транспорта, задействованных в перевозках мусора. К ближайшему совещанию руководство департамента городского хозяйства потребовало предоставить конкретику в цифрах в части привлечения дополнительных сил и средств. Тем временем уличнодорожную сеть начали содержать по летнему регламенту. На 170 улицах, где нет слякоти, уже работают 17 вакуумных пылесосов и 41 поливомоечная машина. Также на совещании сообщили, что 22 апреля завершится отопительный сезон. После этого начнется подготовка тепловых сетей к зиме. Напомним, что подача отопления в жилые дома и учреждения прекращается, если среднесуточная температура не опускалась ниже 8 градусов в течение 5 дней. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. В областной столице перекрыли Волжский проспект в связи с проведением противоаварийных работ. Специалисты устраняют технологический отказ на водоводе на улице Вилоновской около дома номер 2. Временно закрыто движение по Волжскому проспекту на участке от Вилоновской до Ульяновского спуска. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта необходимо заранее планировать свои маршруты. При этом пока идут работы, в близлежащих зданиях не будет холодной воды. Это касается домов на улицах Фрунзе и Вилоновской. О сроках завершения работ не сообщается, но в организации пообещали восстановить водовод как можно скорее. По информации городского департамента транспорта в настоящее время автобусы номер 61 следуют по временной схеме в объезд. По Волжскому проспекту, Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Куйбышева и обратно на Волжский проспект. В Самарской школе номер 64 прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию звания Героя Советского Союза. Виктор Толобаев, ветеран афганской войны, рассказал школьникам о наградах Советского Союза. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Виктор и Лидия Толобаевы часто проводят патриотические мероприятия для учеников 64-й школы, которая названа в честь их сына, Героя Российской Федерации Виталия Толобаева. Он, как и отец, был военнослужащим, окончил Свердловское военное училище, затем Рязанское. В сентябре 1999 года Виталий Толобаев погиб на Чеченской войне. Родители не только хранят память о сыне, но и занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Сегодняшнее мероприятие, которое освящено 90-летию учреждения звания Героя Советского Союза, оно знаковое. Поэтому мы здесь. Это история страны нашей. И лишним не будет провести этот урок мужества с учениками, и донести до них, что наше государство на данный момент существует и будет существовать только лишь за счет патриотизма людей всего нашего Отечества. В школе к мероприятию готовились заранее. Среди учеников младших и средних классов провели патриотическую акцию «Честуем героев сегодня, гордимся вами всегда». Школьники делали проекты, посвященные жизни Героев Советского Союза. Участников наградили грамотами, которые вручили Виктор и Лидия Толобаевы. Затем школьникам рассказали о наградах Советского Союза. Вообще нужно сказать о том, что Виктор Петрович и Лидия Павловна активно помогают нам в школе в патриотическом воспитании детей. Очень часто они приходят к нам в школу, проводят уроки мужества, проводят различные мероприятия. Толобаевы помогают не только в проведении мероприятий, но и в пополнении школьного музея, посвященного локальным воинам. В экспозиции появились личные вещи Виталия Толобаева. Суворовская форма, фотографии, портрет героя. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В южных районах региона открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь. Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области вместе с представителями регионального департамента охоты и рыболовства проводят рейды, цель которых – профилактика нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также правил охоты. Главная задача – предупредить происшествия с применением оружия. Целенаправленная профилактическая работа ведется во всех охотничьих угодьях региона. В день открытия сезона сотрудники Росгвардии вместе со своими коллегами проверили свыше 220 охотников. На нарушителей составлено более 30 административных протоколов. Чаще всего выявляются такие нарушения, как охота с подхода, бесподсадной утки или манка, а также нарушения норм добычи дичи. В ближайшую субботу, 20 апреля, сезон охоты стартует в северных районах Самарской области. Такие рейды будут проводиться сотрудниками Росгвардии на протяжении всего охотничьего сезона. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в рамках своей региональной работы провел личный прием граждан. Жители Самары обратились к нему с вопросами, касающимися переселения из аварийного жилья, капитального ремонта жилых помещений и деятельности управляющих компаний. Какие пути решения вопросов были найдены, расскажем в нашем сюжете. Незаконный пристрой, который теперь мешает проводить работы по капитальному ремонту, стал камнем преткновения для жителей домов 108 и 110 по улице Ленинградской. Суд первой инстанции признал самострой незаконным, однако собственник пристроя подал апелляции, добавив документы, что жильцы давали согласие на его возведение, а также результаты тех экспертизы, в которых указано, что за демонтажом может последовать разрушение здания. Александр Хинштейн рекомендовал вновь обратиться в суд с опровержением этих документов, а в это время районные власти помогут уложить асфальт во дворе и укрепить здание снаружи до проведения капитального ремонта. Люди готовят обращение в адрес прокуратуры. Одно из оснований для решения суда стал предъявленный протокол собственников, где якобы с ними согласовывался этот самовольный надстрой. Люди, по крайней мере, часть подписантов слышат об этом впервые. Если так, то, вероятно, можем говорить о подложенном документе, а это прямое основание для обращения в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Также к депутату обратились и жители домов на пятой просеке. Они обращают внимание на недобросовестное исполнение обязанностей их управляющей компанией. Александр Хинштейн выслушал мнение сторон, а также видение ситуации от главы Октябрьского района и предложил горожанам запустить процедуру смены коммунальной организации, если в ближайшее время не удастся прийти к мирному решению насущных вопросов. С точки зрения работы в этом доме с активными жителями, вполне хорошее поле для того, чтобы работать, делать какие-то дела. Может быть, вы их и делаете, но от того, что люди не в неведении, это все ваши проблемы, в которые вы сейчас упускаете возможность дальше работать. И сейчас, пока еще не поздно наладить эти взаимоотношения, настроить их, вы сейчас можете выстроить это поле и работать с людьми. Нормально, так, чтобы они вас слышали. С вопросом переселения из ветхого жилья обратилась жительница Куйбышевского района. Как пояснили представители департамента городского имущества, приглашенные на встречу, дом, где сейчас проживает семья женщины, подлежит расселению. Поэтому жителям по процедуре сначала предлагали денежную компенсацию, но владельцы воспользовались своим правом отказаться от нее и получить квартиру. Все юридические вопросы были улажены. Планируется, что в мае семья сможет переехать в новое жилье. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Далее, коротко о других темах дня. Далее, коротко о других темах дня. В году 16 490 работников здравоохранения в Самарской области получают специальную социальную выплату. Общая сумма, выделенная на эти цели, уже составила 255 миллионов рублей. Об этом сообщили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования по региону. Право на дополнительное социальное пособие имеют медицинские работники первичного звена здравоохранения, а также сотрудники центральных районных и участковых больниц, станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты варьируется от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей и зависит от занимаемой работником должности, а также вида медицинского учреждения, в котором он числится. Кабмин одобрил законопроект, который разрешает всем сотрудникам органов принудительного исполнения наказаний применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев. При этом все сотрудники обязаны проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к таким действиям. Не реже, раза в год. В марте в России было продано 502 тысячи поддержанных легковых автомобилей, что на 26% превышает уровень февраля и еще на 1% больше результата годичной давности. Вторичный рынок впервые с октября прошлого года преодолел отметку в 500 тысяч единиц, отметили аналитики. В первый весенний месяц большую часть вторичного рынка заняли машины «Лада». Следом идут «Тойота», «Кия», «Хёнда» и «Ниссан». В Самарской области строительство трассы «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» вышло на завершающий этап. Уровень технической готовности объекта составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Гости, праздничные угощения и подарки. Годовалый царь зверей Самарского зоопарка имени Ник. Львенок Алтай – единственный лев в зоопарке. Как он отметил день рождения, узнала Полина Чулюкова. Львенок Алтай празднует свой первый день рождения в Самарском зоопарке. Праздничное угощение – большой кусок говядины, любимое лакомство хищника. Алтая привезли в Самару из Барнаула в прошлом году. Он быстро адаптировался и стал любимцем не только сотрудников зоопарка, но и посетителей. До этого у нас опыта с ольвятами, такими маленькими, не было. Ну, быстро сориентировались, поскольку опыт выращивания детенышей других кошек был. У нас сотрудники дежурили, в его вольере постоянно сидели, развлекали его. Он на руках спал или рядом спал. С рук кормили его, да, как с маленьким ребенком. Он взрослеет, он меняется, он становится более уверенным. У годовалого львенка уже появилась подростковая щетина, которая к пяти годам превратится в пышную гриву. Пять-десять лет – расцвет силы у львов. Так что Алтай только в начале пути становления царем зверей. Он даже еще не пробовал рычать. Однако работники зоопарка уже не заходят в его вольер. Даже играют они через решетку. Сотрудники рассказывают, Алтай воспринимает их как свой прайд, то есть семью. Он общительный, игривый, любознательный и активный житель зоопарка. Мы сегодня пришли познакомить ребенка с животными, потому что на картинках она уже всех абсолютно знает, и диких, и домашних. Решили показать вживую. Алтай – африканский лев. Этот вид занесен в Красную книгу. В дикой природе эти большие кошки живут до 15 лет. В зоопарке около 23-х. Полина Челюкова, Григорий Плешаков, События. Детство, музыка, весна. Большой концерт, посвященный 55-летию детской музыкальной хоровой школы номер один, состоялся в филармонии. Исполнители радовали зрителей хоровым пением и игрой на музыкальных инструментах. Полина Челюкова продолжит. Песня «Школьные годы» – любимое произведение Богдана Петрова. Хоровым пением он занимается 6 лет и планирует в дальнейшем профессионально связать свою жизнь с музыкой. Юный певец исполнил любимую песню со сцены филармонии на концерте, посвященном юбилею музыкальной школы. Она, так сказать, передает всю школьную жизнь за три куплета. Мне это значит радость и просто радость. Я радуюсь, когда пою. Детская музыкальная хоровая школа номер один готовит исполнителей и музыкантов, играющих на духовых, струнных и других инструментах. Лейла Мухамедзянова держит в руках скрипку около 10 лет. Признается, это ее первое выступление в филармонии. «Во время игры я отдавалась лишь исполнению произведения, а до я немного переживала, но мне очень понравился этот новый опыт для меня. Музыка всегда была для меня самым важным – это успокоение, это радость. Но скрипка для меня имеет особенное значение, ведь скрипка дает особые эмоции, когда ты исполняешь. Для меня музыкальная школа – это необычайный опыт, это то, что помогало мне лично развиваться». Детская музыкальная хоровая школа номер один является победителем общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Достижений много, много побед на конкурсах различного уровня. И хотелось бы как-то это отметить, с одной стороны, подвести итог достигнутому, наметить планы дальше и вперед к новым высотам. У нас большая семья, не всегда дружная, но это большая семья. Но наша задача – растить граждан нашей великой страны, это любить свой город, любить свою родину. В большом концерте детской музыкальной хоровой школы номер один приняли участие хоры «Свирель», «Радуга», «Радость», «Октябрь», эстрадно-духовой оркестр «Класс-бэнд», оркестр русских народных инструментов «Самарский сувенир». Полина Чулякова, Николай Епифанов, События. Яркие костюмы, волнующие душу романцы и цыганочка с выходом. В Самаре отметили Международный день цыган. На сцене Дома культуры поселка Зубчининовка выступили ансамбли «Веселина», «Гиля Ромен» и другие творческие коллективы. Артисты пели, играли на музыкальных инструментах и танцевали. Репортаж с праздника подготовила Ксения Баканова. Про эту семью можно смело сказать – музыкальная. Коллектив «Гиля Ромен» из города Сызрань. Руководитель ансамбля Эдуард Лиманский убежден – цыгане рождаются с песней в душе. Все, что мы поем – это все дорого для нас. Все песни, они как бы прожиты душой. Ну, конечно, не будите. Для нас, она вот для многих цыган подразумевает именно вот такое восторженное действие, когда происходит на сцене. Люди воодушевляются этой песней, потому что эту песню знают все. Дополняют любую композицию музыкальные инструменты. Яков Безруков на баяне играет всю жизнь. Признается, навык настолько отточен, что пальцы уже сами попадают по клавишам. Если коллектив профессиональный, полупрофессиональный, обязательно либо аккордеон, либо баян должны присутствовать, потому что на одних гитарах тоже не вылезешь. Цыганские танцы – это торжество красоты, грации, безграничного обаяния, пластики и силы. Яркие костюмы, как дополнение любого образа. Длинные пышные юбки ярких расцветок – одна из фишек, настоящая гордость цыганки. Дополняет образ эффектная блуза с широкими рукавами. Еще один атрибут – тяжелая многоярусная маниста – украшение из монет. Вообще у нас раньше все ходили в монистах, женщины. А сейчас мы одеваем только их на сцену. Но если золотые есть, конечно, одевают везде. На свадьбы, на именинные юбилеи. Людям хочется узнать свое будущее. На помощь приходит гадание, но оно не может быть массовым. Его секреты бережно хранят, а хорошая гадалка – на вес золота. Не стоит романтизировать, а тем более завидовать этому дару. Принятие на себя такой роли требует от цыганки ясного понимания происходящего. И общество тоже хочет узнать свое будущее и обращается в основном к лицам цыганской национальности. Так что это есть, это действительно правда. Каждому дано свое. Нельзя сказать, что именно каждый человек работает только по одной колоде карты. Цыганки используют разные карты – таро, шуточные или обычные игральные. Их принято хранить в специально отведенном месте. Также приступать к ритуалу нужно в хорошем расположении духа. При плохом самочувствии расклад лучше отложить. Ксения Баканова, Константин Головин, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре на проспекте Карла Маркса 179-Б откроется сельскохозяйственная ярмарка. С 20 апреля новая торговая точка будет работать для посетителей каждый день с 9 утра до 9 вечера. Там можно приобрести мясную, рыбную, молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи и многое другое. В субботу самарцы смогут не только купить качественные товары по демократичным ценам, но и принять участие в развлекательной программе. С 10 до 16 на площадке гостей будут развлекать ростовые куклы. Особое настроение, праздничную атмосферу придадут исполнители народных песен. В течение дня на ярмарке можно будет попробовать плов, шашлык, сладкую вату, чай, кофе, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. На сайте Федеральной налоговой службы России появился сервис «Предоставление копий учредительных документов». Теперь их можно получить без посещения налоговых органов бесплатно и за несколько минут, информирует телеграм-канал Красноглинского района. Пока сервис работает в тестовом режиме. Если документы с помощью него получить невозможно, то пользователь может обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица. День семьи, любви и верности будут отмечать в июле, однако к празднику стоит готовиться заранее, пишет телеграм-канал Куйбышевского района. Уже сейчас в администрации начинают формировать списки семей для вручения медали за любовь и верность. С одной стороны медали изображается главный символ праздника – цветок ромашки, а с обратной лейки святых покровителей праздника Петра и Февронии. Как собрать пакет документов, могут рассказать сотрудники социального отдела по телефону 330 1116 330 3181, а также в личном порядке по адресу Зеленая, 14. Заявку нужно подать до 23 апреля. На этом выпуск подошел к концу. До свидания, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok